Первое место в этой номинации Банна Наталья Викторовна. Наш сегодняшний открытый урок мы начинаем вот с этих торжественных минут подведения итогов областного конкурса. Минут, которым несколько месяцев шли участницы конкурса «Преподаватель года-2013» учреждение довузовского профессионального образования области, который стал традиционным и проводился уже в пятый раз Центром профессионального образования Самарской области по заданию Министерства образования и науки. У нас есть конкурс воспитателей дошкольного образовательного учреждения, музыкальный руководитель недавно прошел. Есть конкурс молодых преподавателей среди вузов, причем, несмотря на то, что вузы в основном федеральные, нам не подчиняются, но мы им оказываем поддержку в частности, принимаем участие. И в жюри, и даже в поощрении победителей. И вот конкурс среди профессионального мастерства, среди преподавателей системы профобразования. Конкурс — это очень мощный стимул для раскрытия своего потенциала и такой стимул для повышения уровня квалификации. То есть выйти на суд аудитории, на суд коллег, но преподаватель, особенно, если после первых, может быть, стрессовых нескольких месяцев работы, все равно преподаватель привычен к выступлению на аудитории. Аудитория привычная, она его воспринимает таким, каков он есть и так далее. Взгляд извне, он всегда, в общем-то, заставляет еще раз продумать, еще раз посмотреть на себя в том числе, как на профессионала. И даже участие в этом конкурсе является очень серьезным шагом, и я считаю, он достоин уважения. В конкурсе приняли участие 21 преподаватель, вернее сказать, преподавательниц колледжей и техникумов различного профиля. Им предстояло пройти два тура, хотя предварительный тур состоялся еще в их родном коллективе, который и выбрал именно этих участниц. И началась серьезная подготовка к первому туру. Это титанический труд, потому что нужно очень грамотно составить свое портфолио. Это первый этап. Потом очень грамотно и правильно подготовить презентацию, чтобы она была осмотребельна, чтобы тот, кто смотрит, понимал, что хочет конкурсант сказать в своей презентации. В том числе и решение педагогической задачи, ведь никто не знает, что будет в этой педагогической задаче. И как правильно оценить, особенно со стороны, особенно члены жюри, а ведь оценивал конкурсантов не только жюри, а ведь оценивал весь зал, а там еще сидели и студенты, которые пришли поддержать своих преподавателей. Конкурс – это испытание не только для самих участников, но и для тех, кто оценивает их выступления, ответы. И, честно сказать, членам жюри этого конкурса было нелегко. В его составе представители различных учебных заведений, общественных организаций, представители обкома профсоюза работников народного образования и науки, победители предыдущих конкурсов «Преподаватель года». Судили очень строго. В тех критериях, которые были разработаны Центром профессионального образования для оценки деятельности наших конкурсантов, конечно, было все, вплоть до того, как они говорят, есть ли грамматические, орфографические ошибки, как представляют свою презентацию. И вот те критерии, которые там были определены, они позволили нам посмотреть на конкурсанта со всех сторон. Это только на первый взгляд кажется, что преподаватели не волнуются. И если вы думаете, что выход на сцену перед всем залом, в котором коллеги, студенты, строгое жюри для тех, кто каждый день выходит перед студенческой аудиторией, простое и легкое дело, то вы ошибаетесь. Такое испытание и для самых лучших преподавателей довузовского образования даже с 20-летним стажем оказалось непростым. Я волнуюсь даже на каждом уроке. Для меня то, что я делаю, очень важно. И для меня важно, что меня понимают мои ученики. И для меня важен результат моей работы. Поэтому я волнуюсь. Эти слова Наталья Викторовна Баннова произнесла уже после окончания конкурса, когда стало известно, что она заняла первое место в первой номинации преподавателей общих гуманитарных, социально-экономических, общеобразовательных, естественно-математических дисциплин. А перед этим были волнения, переживания и огромное желание не подвести родной колледж. И не только у Натальи Викторовны, но и у ее группы поддержки – студентов, которые и болели за своего преподавателя, и принимали самое активное участие в ее презентации. А ум ее к Сократу близок, А радостом Платона ей затмить, Гавер и Марк Антоний ей, как братья, Мысль острая мне бьется, как родни. Что слышу я, женщина-философ, Чтоб слабый бог селед был умен? Средь тысячи и сотен педагогов Как много женщин и нет почти мужчин. И потому мой выбор пал на даму. Они ведь знают здесь любовь. Все дело в том, что для нее работа – не долг, а честь, крисвание и мечта. Те педагоги, которые сегодня участвуют в конкурсе, если они чувствуют вот такую поддержку, если они чувствуют свою значимость, им, несмотря на то, что очень ответственно выходить на этот конкурс, на него выходить очень легко, потому что ты понимаешь, что ты несешь за собой профессию, что эта профессия лучшая, что ты отдал ей все лучшие годы своей жизни, все лучшие свои мысли. Ну, за кого болеем? Болеем за своего участника, безусловно. Мне особенно отрадно наблюдать за этой участницей, потому что тогда, когда она училась, еще будучи студенткой Самарского социально-педагогического колледжа, это была студентка моей группы, где я была классным руководителем, и поэтому ее профессиональный путь, который начался буквально с итоговой государственной аттестации, где ей было предложено председателем государственной итоговой аттестации такое профессиональное направление, связанное с коррекционной педагогикой, с обучением и воспитанием детей с проблемами в развитии, и ее вот весь путь становления мне очень приятно наблюдать, как учителю, как классному руководителю, как педагогу, а теперь уже и как администратору того учреждения, в котором она работает. Очень хочется, чтобы она достойно выступила, но мы в ней уверены. Ирина Ивановна Мартынова, за которую переживали и в которую верили представители Самарского социально-педагогического колледжа, участвовала и победила в третьей номинации – молодой преподаватель. И конкуренция, и борьба, и максимализм, который, если ты идешь и что-то делаешь, то делаешь это хорошо, и обязательно на первое место. И поэтому, конечно же, задумывалась, что вдруг не будет того, чего ты ожидаешь. И вот немного от этого становилось тревожнее. Не выполнишь свои цели, как-то недостойно покажешь свое учреждение. Вот это была тревога. Была тревога за то, что что-то сделаешь не так, как ты на самом деле можешь из-за волнения. Волновались и стремились к победе все девять конкурсанток, которые вышли в финал. Перед ними во втором очном туре стояла задача не только представить творческую презентацию, но и провести пресс-конференцию по актуальным вопросам воспитания подрастающего поколения, по вопросам взаимопонимания между уже взрослыми и молодыми людьми. Конкретный пример – письмо дочери, которая не понимает свою мать, а та, в свою очередь, не находит общего языка с дочерью. Как поступить, что посоветовать? Несколько минут на обдумывание, и надо отвечать. Как же трудно давать советы, даже профессионально. Кажется, что все правильно на бумаге, а в жизни складывается далеко не так. И вот в эти минуты в обсуждение вступили зрители и болельщики. Для подростка очень важно в большинстве мы не имени друзей, а имени родителей. Я могу привести на свою собственную опцию, как для меня однажды был, как, например, обухом по голове, когда у него сын вдруг сказал однажды, что мама, ты не на работе, не надо меня учиться. И это для меня было очень мощным палочком. Я вдруг поняла, что если не стать другом своему сыну, то можно его потерять. Поэтому родителям, безусловно, нужно стать другом своих детей, чтобы они могли их перелять и идти со своей ребенкой и делиться с родителями, что крайне легко перескут. Какие бы взаимоотношения между детьми не были, мы всегда, мне кажется, в первую очередь поступаем так, как мы лучше сами. Но, несмотря на это, мы в какой-то степени все-таки прислушиваемся к своих родителей. За настоящим счастьем тот человек, когда ему попадается педагог во всех смыслах жизни. Он не обязательно должен быть по профессии педагога. Зачастую наши судьбы это наши умные родители. Своими действиями, словами, эмоциями, чувствами моя мама, она меня подталкивала, она меня направляла, но не делала этих жестких и серьезных толчков, которые могли бы привести к тем действиям, когда мне бы не хотелось поговорить с мамой. В первую очередь мама для меня друг, лучший, самый в мире, которому самые сокровенные свои вещи могу сказать только ей. У меня мама самая лучшая, я пошла по ее стопам. Спасибо тебе большое, бабушка. Вот таким неожиданным признанием закончилась пресс-конференция. И раздались аплодисменты той самой маме, кому были обращены эти слова и которая была среди финалисток конкурса. После чего члены жюри отправились подводить итоги всех туров конкурса. Но ведь независимо от результатов, вместе эти замечательные преподаватели одержали очередную большую победу. Если же говорить о преподавателе профессионального учебного заведения, то это особая профессия. Сегодня, я думаю, что все успели убедиться в том, по каким только профессиям наше общество своими специалистами должно быть благодарна именно профессиональным учебным заведениям. Именно преподавателям профессиональных учебных заведений за то, что они подготовили этих специалистов абсолютно для всех сфер нашей жизни. Что главное? Главное победа или участие? Трудно сказать. Я думаю, что каждый, конечно, надеется на победу, но давайте так. участие это тоже победа вообще на самом деле. Особенно в финале, то есть если ты, извините, дошел даже до заочного тура, это уже показатель твоего уровня, это уже победа. Но и самое главное победа над собой, то есть решиться выйти на публику с демонстрацией свою. Но победа, стать победителем, стать первым среди равных в этом случае это тоже очень серьезное достижение. Итак, победителем во второй номинации стала Елена Александровна Стремякова, преподаватель Тольяттинского медицинского колледжа. Что сейчас переживаете? Сейчас, наверное, удовлетворение с собой и ощущение, что вот шагнуло даже не то, что на одну ступень, наверное, на две и три ступени выше по собственному развитию. По крайней мере, я для себя так его оцениваю. Будете шагать дальше? Конечно, не останавливаясь. А вместе с этими преподавателями будут уверенно шагать в мир их студентов. Ведь в конечном итоге и сегодняшняя победа для их общего большого дела профессионального образования. Этот конкурс назвал своих победителей. Но, как говорят, будут и новые профессиональные испытания. Вот сегодня замминистра выставил хорошую инициативу, чтобы проводить этот конкурс на уровне Приворского Федерального округа. Такой конкурс проводится, но этот конкурс называется «Самый классный классный». Проводится каждый год в Пензе. А вот мы выйдем с инициативой, чтобы провести такой конкурс на уровне Приворского Федерального округа. И я думаю, что базой проведения будет Самара. Это тоже очень хорошо. Хорошо, что в нашей Самарской области столько прекрасных, замечательных преподавателей довозовского профессионального образования. В этом еще раз убедились и мы в нашем открытом уроке. Самая лучшая профессия на Земле? Конечно, педагог. Моя бабушка в годы войны стала учителем. Моя мама работала на кафедре института. Я горжусь, что я педагог. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok